Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие последнее. Посвящено оно будет сканирующей электронной микроскопии, и мы с вами познакомимся со сканирующим электронным микроскопом TscanMira 3. Прежде всего, давайте попробуем напомнить себе отличия между просвечивающим и сканирующим электронным микроскопом. Заодно с левой стороны я покажу еще и схему оптического микроскопа, в данном случае инвертированного. В случае оптического просвечивающего микроскопа, в случае электронного просвечивающего микроскопа мы с вами получаем изображение нашего объекта. В случае же сканирующего или по-другому растрового электронного микроскопа в каждый момент времени мы с вами получаем информацию о взаимодействии пучка электронов с одной единственной точкой нашего образца. Поэтому иногда это еще называется как зондовая сканирующая электронная микроскопия, потому что, в принципе, мы собираем информацию поточечно о всех взаимодействиях, которые на каждой точке нашего препарата происходят. Ну и понятно, что детекторов здесь может быть достаточно большое количество. Мы можем с вами оценивать, например, обратно рассеянные электроны, тем самым получая контраст, скажем так, по атомному номеру. Мы можем с вами смотреть вторичные электроны, получая топографический контраст, можем смотреть с вами рентгеновское излучение, и кроме тормозного рентгеновского излучения у нас будет еще специфическое рентгеновское излучение, которое можем использовать, например, для получения информации о составе нашего образца, элементном составе и так далее. В общем, таких вариантов достаточно много. На этой схеме видно, что для того, чтобы мы могли с вами сфокусировать этот пучок, нам нужно как минимум две конденсорные линзы C1-C2, и нам нужно какой-то набор катушек, которые позволяют отклонять теперь этот пучок, то есть так называемые сканирующие катушки. Конечно, в многих современных микроскопах линз может быть больше, чем две. По идее, все эти впечатления нужны для одной цели. Сделать зонд, то есть вот этот вот сфокусированный участок электронного пучка как можно меньше по размерам. Для того, чтобы можно было сканировать наш объект, понятно, что разрешение, которое мы получаем с микроскопа, напрямую зависит от размера этого зонда. Ну и второе, что может быть важно также для нас, для биологических объектов, это возможность работать с более маленькими ускоряющими напряжениями, так чтобы электроны, взаимодействие электронов с образцом происходило на более низких скоростях. Это позволит нам получать лучший топографический контраст, но с другой стороны, как вы помните, это сильно усложняет работу электронной оптики. Потому что чем меньше скорость движения электронов, тем даже небольшие начальные различия в их скорости будут приводить к, как называемой, хроматической, как минимум, аберрации. То есть управлять медленно летящими электронами точно нам не так легко. Ну и давайте перейдем к нашему микроскопу. Посмотрим на него более подробно. Соответственно, есть электронная пушка, дальше есть вот этот набор линз и столик, на котором находится наш образец, столик подвижный. С двух сторон вы видите большое количество разнообразных детекторов, которые добавлены на этот микроскоп. Ну и здесь есть еще специальный порт для того, чтобы он был криводержатель вставлять, а также два компьютера. Компьютер для управления микроскопом и компьютер для управления микроанализом. Вот он показан. Ну и, соответственно, для микроанализа вот эта вот насадка существует. Давайте посмотрим на наш микроскоп более подробно с этой стороны. И здесь первое, что мы видим, это док-станция для того, чтобы можно было сюда перенести наши образцы в приорежиме и под вакуум. Если помните, с предыдущего занятия я показывал машинку, которая позволяет нам изготовить препараты методом замораживания, скалывания. И вот это место, куда препарат после замораживания, скалывания, травления, напыления металла, напыления углерода может быть перенесен, чтобы напрямую сразу же исследовать его в сканирующем электронном микроскопе без изготовления реплики. Ну и, соответственно, пультик для управления этой частью. Дальше камера. Детекторы здесь в данном случае для обратно рассеянных электронов. Вдвигаемый детектор. Дальше там стоять будет детектор для работы с низким вакуумом для электронов вторичных. С другой стороны у нас также есть некоторый набор детекторов. Ну и вот большой еще сосуд дюара сзади виден. Вот этот детектор для микроанализа, для анализа рентгеновского излучения. Дюар для того, чтобы можно было работать в кривом режиме. Ну и понятно, что в принципе здесь еще достаточно большое количество портов незанятой, которые можно использовать для других детекторов. Ну и в биологии в основном мы ограничиваемся этим набором. Образцы чаще всего размещаются вот на таких держателях, столиках. Опять же на прошлом занятии мы с вами посмотрели, как можно такой образец приклеить на столик. Каким образом выполняется сушка образца, каким образом выполняется напыление образца. Ну и мы помним, что напыление образца нам необходимо, чтобы образец был, во-первых, электропроводящим. Ну а во-вторых, чтобы он генерировал достаточно хорошее количество обратно рассеянных и вторичных электронов. Давайте посмотрим более подробно на такой держатель. Напыленный образец. Видно, что напылен золотом, поэтому такой желтенький. И вот держатель для образца. Давайте поместим образец в наш микроскоп. Для начала нам придется запустить туда воздух. Можем теперь его открыть. И здесь очень хорошо виден столик, который может как поворачиваться, наклоняться, так и двигаться по x, y и z. Для биологии наличие вот такого количества осей очень важно, потому что в некоторых случаях нам необходимо рассматривать какие-то детали объекта. И его приходится повернуть и наклонить. Ну и вот такой многоосевой столик, конечно, очень удобен. Давайте снимем держатель. Ну а прежде чем перейти дальше, давайте попробуем вспомнить, какое количество различных взаимодействий электронов с веществом у нас возможно. Ну и опять же, так как мы говорим о сканирующем микроскопе, то скорее всего мы будем смотреть верхнюю часть от образца. То есть это первичные обратно рассеянные, это вторичные различные электроны. Возможно, уже электроны, но для биологии они реже используются. Генерация также возможно положительно заряженных ионов с образца, рентгеновского излучения, катода люминесценции. Ну на самом деле в некоторых случаях возможно регистрация и того, что через тонкий образец проходит. То есть в принципе можем осканировать с вами даже и сеточку, которую возьмем и подготовим так же, как для микроскопа просвечивающего. И в принципе можем зарегистрировать так же нерассеянные электроны, то есть получить некий аналог того, что мы получаем в просвечивающем микроскопе. И рассеянные на малый или большой угол, соответственно, на такое темнопольное изображение. Для этого существует специальная насадка. И в принципе здесь, конечно, разрешение получается меньше, чем в просвечивающем микроскопе. Это дольше, потому что мы сканируем с вами точка за точкой. Но есть один плюс. Можем работать с малыми ускоряющими напряжениями, а это означает, что у нас будет большой контраст нашего образца даже без необходимости дополнительного контрастирования. Поэтому вот такой вот вариант сканирующей микроскопии, сканирующего просвечивающего тоже возможен. Тем не менее, на этом практическом занятии мы будем в основном смотреть то, что сверху образца у нас с вами происходит. Вот фотография из камеры нашего микроскопа. И, как видите, детектор так называемый Эверхарта Торнля, который необходим для детекции вторичных электронов СЕ. И мы будем получать на нем топографический контраст. Вот эта сеточка, о которой я говорил, здесь очень хорошо видна. Дальше здесь виден детектор обратно рассеянных электронов. Он здесь убираемый. То есть, видите, он сейчас убран назад, и он нам не мешает. Но, в принципе, он должен выдвигаться вперед. Мы это с вами будем делать. И он будет находиться тогда непосредственно под вот этой вот конусообразной частью, так называемым полюсным наконечником. Это вот последняя линза нашего микроскопа. Также видно, что много дополнительного есть оборудования. Ну, вот, например, здесь есть охлаждаемая вот такая металлическая пластинка, которую можно прикрепить в столик для того, чтобы работать в крио-режиме. Есть много других детекторов. Ну, остановимся на них. Еще раз посмотрим на наш столик более подробно. И установим на него аппарат сразу же в держатель. Верхняя часть столика может быть удалена, снята. В нее можно поставить сразу же 7 препаратов при необходимости, чтобы лишний раз не откачивать воздух из камеры нашего микроскопа. С вами поставим вначале 3 объекта, которыми сейчас будем работать. А в конце занятия поменяем еще раз. Объекты на такие. Давайте установим. И включим откачку микроскопа. Эту дверцу я придерживаю, чтобы в момент откачки как раз-таки воздух, который будет удаляться из камеры, эту дверцу закрепил, чтобы, в принципе, она хорошо держалась. Давайте сейчас включим откачку. В микроскопе. Ну и дальше все управление микроскопом уже идет из программного обеспечения. Так как вначале микроскоп обычно находится в так называемом спящем режиме, нам его нужно включить, переинициализировать. После этого включается электроника. Происходит первичное размагничивание колонны, потому что понятно, что все, что из мягкого металла, оно может быть и намагничено. И чтобы вернуться к каким-то нормальным обычным установкам, необходимо это сделать. Ну и ждем теперь, когда будет происходить откачка нашей камеры, пока не наберется нормального вакуума. Стрелочкой показано. Да, я в 10 раз ускорю видео, чтобы нам на это время не тратить. Мы откачали нашу камеру с образцами. Конечно, для того, чтобы теперь, например, сменить образцы, нам придется в эту камеру опять напустить либо воздух, либо лучше азот сухой, чтобы быстрее откачивать. Ну и так как нам образцы нужно было поставить, то тот момент, с которого мы начали снимать, это вот это положение программного обеспечения. Мы напустили в камеру воздух, опять же в 10 раз ускорим видео, чтобы не тратить на это время. Мы с вами поставили в камеру образцы. Сейчас это будет видно. Вот они. И теперь мы можем откачать уже камеру с образцами и дальше включить пучок. Опять же, что касается откачки, я промотаю, чтобы это было быстрее. Ускорено в 10 раз. Столик можно двигать, поэтому я сразу знаю, какой мне образец поставил на третий образец, но его передвинул. После того, как мы достигли нормального вакуума, мы можем... Можем теперь включить генерацию пучка. Также для управления микроскопом нам понадобится еще вот такой вот пультик. В принципе, все эти функции есть в программном обеспечении, но это крайне неудобно пользоваться мышкой. Здесь сверху три регулятора, которым можно переназначить различные функции. По умолчанию, правый и левый, которые здесь черным покрашены, это стигматоры. Нам придется исправлять стигматизм. Средняя в верхнем ряду, это скорость сканирования. Чем быстрее сканируем, тем более шумная у нас будет картинка, но зато сможем быстро. Нижний ряд, яркость, контрастность, все понятно. Следующая, покрашенная черным ручка, это так называемая интенсивность пучка, то есть, собственно говоря, его ток. В некоторых случаях нам придется его регулировать. Единственное, что после этой регулировки придется перенастраивать данного микроскопа, потому что для каждого ручка будут немножечко другие параметры. Две большие ручки. Ручка слева, магнификейшн, увеличение. Ручка справа, рабочая дистанция. Дело в том, что пучок мы с вами фокусируем, правильно? И вот самая узкая его часть должна оказаться прямо на препарате, то есть, это, собственно говоря, наш зонд. И этой ручкой мы можем регулировать степень схождения пучка так, чтобы вот эта самая тонкая часть оказалась ровно на препарате. Ручка здесь подписана как рабочая дистанция. Ну, не стоит ее путать с рабочей дистанцией от полюсного наконечника до препарата. Это будет называться у нас просто Z. И посередине небольшой джойстик, называемый Stage. Это движение нашего столика по X и Y. Итак, включился у нас пучок. И вот мы уже можем сканировать наш образец. Давайте уменьшим увеличение, чтобы посмотреть, что у нас на столике находится. Препараты, которые я буду показывать, изготовлены сотрудникам ресурсного центра, Максимом Германовичем. Так что, огромное ему спасибо за предоставленные препараты. И это ноги морского паука, соответственно, так как они будут покрыты биопленкой, в составе нее будет много различных представителей. Там будут и водоросли, и бактерии. Мы посмотрим достоинства нашего сканирующего микроскопа вот на таком объекте, который позволит нам посмотреть его как при очень малом увеличении. Посмотрите, сейчас Scale Bar внизу линии, это 2 мм, то есть мы весь столик целиком видим. И обратите сразу внимание на глубину фокуса. Мы видим достаточно резко и то, что находится очень близко к нам, и то, что находится практически на поверхности столика. Это первый плюс нашего микроскопа. На второй плюс, который мы сейчас увидим, мы можем очень сильно переходить, очень сильно менять увеличение. Ну и прежде чем пойти дальше, давайте вспомним о том, что для нас очень важно вот эта зона, в которой за счет воздействия пучка электронов с веществом могут происходить разные процессы. Такие как генерация обратно рассеянных электронов, здесь вот они подписаны как BSE, и генерация вторичных электронов, SE secondary electrons, которые нам тоже будут с вами нужны. Вы помните, что если мы теперь эту зону каким-то образом будем под углом срезать, то есть, например, на нашем образце есть участки, которые, как вот здесь вот видно, находятся не на плоской поверхности, а, скажем, вот здесь вот на наклонной поверхности, то отсюда генерация этих вторичных электронов будет сильно больше. То есть, по сути дела, мы вот срезали эту зону и, соответственно, увеличили площадь, с которой такие электроны могут у нас получаться. И, таким образом, вот этот вот контраст в вторичных электронах, так называемый топографический контраст, будет формироваться как раз на перепадах высоты, что для биологии очень удобно. Ну, вернемся к нашему программобеспечению, сканированию нашего препарата. Как видите, здесь есть разные режимы сканирования. Вот здесь вот менюшка сейчас поставлена. И каждый из них будет в основном отличаться тем, каким образом фокусируется пучок. То есть, размером зонда и углом, под которым этот пучок сходится. Ну, к примеру, если нас интересует возможность получить большую глубину фокуса, то, конечно, нам нужен узкий пучок, у которого очень острый угол схождения. И тогда, выше или ниже мы этот пучок пересекаем, у нас будет примерно одинаковый уровень нашего зонда пятна. Режим разрешения. Тут требуется как можно лучше сфокусировать пучок, чтобы был как можно меньше зонда. Соответственно, тогда получается, что угол уже будет не таким острым. Ну, и, соответственно, мы потеряем с вами в глубине резко изображаемого пространства. Ну, остальные режимы нам меньше нужны, за исключением вот режима Wide Field, когда мы можем посмотреть, посмотрите, какой громадный кусок, то есть весь столик целиком. Давайте увеличение теперь сделаем чуть-чуть побольше. И здесь, вот в этом окошке, которое я сейчас буду показывать, будет виден пультик, и будет видно, какие части этого пультика я использую в работе. Для того, чтобы нам увеличение, сделать больше, вот у нас есть вот этот регулятор. Вместо того, чтобы выбирать программу из печенья что-то, мы можем прямо с пульта. Столик подвинем, чтобы наш объект оказался в поле зрения. Как видите, второе достоинство нашего микроскопа. Мы перешли с увеличения практически один к одному. Увеличение, посмотрите, у нас сейчас 20 микрон всего видно. Дальше понятно, что микроскоп примерно знает, на ком расстоянии находится ваш объект, но объект у нас не очень ровный, поэтому нам нужно наш пучок чуть-чуть фокусировать. Для этого я буду использовать уже рычажок, рабочая дистанция. И чтобы это было быстрее, я могу два раза кликнуть где-то на моем изображении, и сканировать микроскоп будет только вот эту небольшую часть. Микроскоп сканирующий, мы можем сканировать либо все поле зрения, либо какую-то часть. Понятно, так как площадь здесь меньше, то сканирование будет быстрее, и настраиваться мне будет сильно проще. Давайте подкорректируем. Видите, картинка стала более резкой. Можем теперь опять работать увеличением, сделать еще больше увеличения. Посмотрите, скейлбар уже у нас 5 микрон. Опять нам придется выбрать вот так же часть, которую мы хотим использовать для настройки, и построить рабочую дистанцию. Обратите внимание, при постройке рабочей дистанции у нас есть растягивание изображения, небольшое, то вправо-лево направление, то вверх-вниз направление. Это стигматизм. Мы научимся его тоже исправлять, но пока мы его увидели. Что нам еще хотелось бы сделать? Так как мы хотим сейчас работать с большим увеличением, нам бы хорошо иметь и большее разрешение. Для этого имеет смысл вот это расстояние от полюсного наконечника до нашего препарата уменьшить. При этом мы сможем и лучше детектировать как минимум обратно рассеянные электроны, на самом деле и вторичные. Мы сможем хорошо пользоваться внутрилинзовым детектором вторичных электронов. Потом покажу, но там на самом деле больше разрешения можно получить, и картинка будет немножко по-другому. И для этого мы можем с вами поднять вот этот столик. Но это делать нужно очень аккуратно, потому что мы не должны дотронуться до полюсного наконечника. Это испортит наш микроскоп. А также, если мы будем выдвигать вот этот детектор обратно рассеянных электронов, мы можем на него нашим образцом надавить. Там стекло, которое покрыто сцентилятором. Ну, соответственно, поцарапаем. Тоже ничего хорошего не будет. Таким образом, мы сейчас сможем поставить вот здесь высоту, на которую мы хотим поднять наш образец. И, смотри, здесь написано VD и Z. Z это вот это расстояние. А VD это то, что мы сможем просить микроскоп автоматически перестроить и фокусировку пучка, учитывая новое расстояние. Когда вы будете это делать, нажмете ОК, обязательно курсворчик держать на клавише Стоп, чтобы если что-то произошло не так, можно было на эту клавишу Стоп нажать. Если уж у вас столик, скажем, не хочет останавливаться, и что идет на полюсный наконечник, чтобы можно было здесь остановить. Ну, давайте попробуем это сделать. Зададим 15 миллиметров, либо так, либо из выпадающей менюшки. Достаточно безопасное расстояние, которое позволит нам уже работать с нейтрализовым детектором достаточно хорошо. И видите, у нас двигается столик вверх. Я держу мышку на клавише Стоп. Столик остановился. Ну, в общем, все пока хорошо. Опять же, нам сейчас придется подстроить немножко рабочую дистанцию. И вот прекрасно видно наличие астигматизма. Хотя он не очень сильный, все-таки уже есть. Давайте найдем какой-нибудь участок на нашем препарате. Здесь есть дематомовая водоросль с очень маленькими упорами, но нам будет очень удобно на ней настраиваться. И нам будет очень хорошо виден астигматизм. А также есть дематомовая водоросль, где мы сможем хорошо посмотреть позиционный контраст, так что участок очень удобный. Бактерии видим в биопленке также. Ну, видите, увеличение. Можем здесь сделать уже вот такое. У нас теперь скейлбар 1 микрон. Астигматизм теперь виден уже очень хорошо, если мы будем менять рабочую дистанцию. И нам нужно этот астигматизм как-то поправить. Для этого мы будем использовать стигматоры. Видите, наверху два пушка. Как видите, можем теперь их использовать. Напомню, что такое астигматизм. Это разная оптическая сила линз по оси Х и по оси У. И, как вы видели, когда мы рабочую дистанцию меняли, у нас в случае, когда мы перефокусировали или не дефокусировали пучок, круглые объекты, как на этом слайде из презентации, вытягивались при эмпедикулярных направлениях. Когда мы точно в фокус вмещали наш объект, мы получали вот такую потерю разрешения. И если мы теперь сможем скорректировать нашу стигматизм, мы получим картинку, вот как под номером 4, где у нас хорошее разрешение. Астигматизм можем скорректировать, поместив за нашей линзой еще одну слабенькую линзу, у которой мы можем менять ее силу по этим двум направлениям. Это будет называться стигматорами. Управлять стигматорами мы можем с нашего пультика. Давайте теперь попробуем откорректировать его. Здесь очень хорошо, что такие как раз маленькие поры, и они более-менее округлые, форма их известна. Поэтому мы можем теперь, пользуя два стигматора, попытаться скомпенсировать стигматизм нашей основной линзы. Меняем стигматор, меняем рабочую дистанцию. Опять исправили стигматорами, построили рабочую дистанцию и так далее. Пока не получим вот такую картинку. Конечно, у микроскопа есть функция, которая называется автостигмация. Но, к сожалению, она не всегда хорошо работает. Поэтому, на самом деле, удобнее это сделать, когда особенно настолько небольшое изменение, это сделать руками. Давайте теперь посмотрим, как будет выглядеть наш препарат, после того, как мы скомпенсировали стигматизм. Стигматизм, поправили обратно рабочую дистанцию. Заметьте еще один момент. Когда я настраиваю микроскоп, ту же самую рабочую дистанцию или стигматизм, я пытаюсь избегать так называемый гистерезис. То есть, у нас есть некое остаточное намагничивание наших линз, и то же самое положение ручки, взаимописи того, с какой стороны я шел к своему значению, с плюса к минусу или с минуса к плюса, будет немножко различаться. Поэтому я всегда перехожу чуть дальше и фокусом, и стигматорами, и дальше чуть возвращаюсь. Это позволяет мне вот этот гистерезис убрать. Я всегда знаю, что я возвращаюсь с одной и той же стороны к исправлению значения. Давайте яркость и контрастность подправим. Здесь есть возможность сделать это автоматически. Достаточно хорошо функция работает. Редко требует ручной подстройки. И вот картинка, которую мы с вами смогли получить. Можем скорость сканирования менять. Посмотрите, при большой скорости сканирования картинка-то меняется быстро, но шума становится очень много. Если мы будем уменьшать скорость сканирования, картинка будет очень медленно накапливаться, но она будет очень хорошая. И, в принципе, мы можем задать разные скорости для сканирования в живом режиме, когда мы сейчас видим наш объект, и для сканирования, для получения уже красивых картинок, фотографий. Давайте попробуем получить красивое изображение И посмотрим, какие у нас есть возможности Так же, как и с конфокальным сканирующим микроскопом У нас есть возможность усреднения Или, как это называется, аккумулирования линий накопления Мы можем это задать и для живого режима Но тогда будет медленнее работать И для режима записи изображений Давайте вначале сделаем изображение просто Без накопления, как видите, оно достаточно шумное Количество точек мы, правда, сделали больше Живое видео у нас 760 где-то точек Ну а записи 2000 на 2000 точек Сохраним нашу картинку для дальнейшей работы Давайте попробуем теперь получить такую же картинку Используя различные виды накопления Первое, что мы можем сделать, мы можем включить с вами накопление по линиям Пускай у нас 10 линий будет Второе можем сделать по кадрам Отношение сторон и все остальное нам не так важно Можем задать любой, если захотим Один к одному, конечно, удобнее И давайте начнем с того, что скажем машине, чтобы она накапливала кадр Смотрим, как будет меняться картинка Конечно, она должна быть менее шумной Но обратите внимание, каждый следующий проход Который мы здесь видим Кроме того, что убирает шум, к сожалению, немножечко еще сдвинут У нас все-таки есть некая вибрация Ну и, конечно, на этих микроскопах электронных Что просвечивающих, что сканирующих Лучше работать в выходные И вечером, если такая возможность вдруг есть Когда вибрации минимальны Смотрите, каждый следующий кадр чуть-чуть сдвигается За счет вибрации Картинка у нас в данный момент получается На самом деле, к сожалению, уже Чем была в режиме предпросмотра Что можем сделать? Можем включить накопление Теперь не по кадрам, а по строкам И даже если будет небольшая вибрация Так как у нас одна и та же строка будет Несколько раз сканироваться Мы сможем этого избежать Давайте сохраним это изображение И сделаем теперь сканирование С накоплением по строкам Все то же самое, тоже 10 раз Но каждую строку Видно, что сканирование у нас очень медленно Каждая строка 10 раз сканируется Но обратите внимание, насколько меньше шума на картинке И то, что вибрация низкочастотная С которой мы ничего не могли сделать в предыдущем случае У нас практически ушла картинка Как видите, кристально чистая получается Почему нужны эти два режима накопления И на самом деле, почему по кадрам бывает Режим накопления удобнее Дело в том, что если у нас плохо заземленный образец Если он не проводящий Если он у нас не покрыт ничем Будет возникать накопление заряда Которое я покажу в конце нашего занятия И вот такое сканирование По строкам Будет провоцировать накопление заряда А сканирование по кадрам Так как оно быстрое В некоторых случаях позволит От этого излишнего накопления заряда Избавляться Поэтому тут нужно выбирать Конечно, исходя из вашего образца И наличие внешних вибраций Сохраним нашу картинку Давайте посмотрим Как можем включить какие-то дополнительные детекторы Пока мы с вами сканируем Посмотрите только на детектор Вторичных электронов И получаем так называемый Топографический контраст Давайте попробуем включить дополнительные детекторы Здесь можно нажать кнопочку А Черточка Б И тогда у нас будет первый и второй детектор Сами можем выбрать Какие детекторы у нас будут в картинке Картинка у нас теперь, как видите Представлена двумя изображениями Один детектор SE, на котором мы все видели Так и продолжаем видеть Другой для обратно рассеянных BSE Сейчас ничего не показывает Потому что он у нас не помещен в микроскоп Его нужно в микроскоп поместить Посмотрите, сколько разных детекторов у нас есть Значит, SE Это стандартный детектор Вторичных электронов Эверхартная тормля Дальше у нас с вами есть Режим BSE Обратно рассеянные электроны Контраст уже будет элементный У нас есть IN BIM То есть тот, который в колонии находится Детектор обратно рассеянных И вторичных электронов А также есть два детектора Которые нам могут быть необходимы Для работы в режиме проходящего пучка Ставится специальное устройство туда И мы можем, например, смотреть Те электроны, которые прошли через наш образец Если это достаточно тонкий срез Давайте попробуем начать с самого простого Включим с вами, наверное, внутрилинзовый детектор SE И попробуем включить Сейчас я, видите, 4H-картинки поставил И включить детектор обратно рассеянных электронов Я уменьшу размер живого изображения Чтобы мы видели на этой записи все 4 картинки На этих двух картинках у нас будет Это вторичные электроны SE И это вторичные электроны То есть две картинки будут одинаковые Смотрим здесь Канал A SE, канал D SE Здесь у нас будет Внутрилинзовые вторичные электроны IN BIM SE И вот эта картинка Это у нас будет обратно рассеянный B SE Как видите, все варианты контраста Что мы с вами сможем посмотреть здесь Конечно, два Вот эти детектора сейчас плохо видны Почему? Нам нужно, во-первых, вставить тогда детектор Материзованный B SE Вот кнопочка «Вдвинуть» Прежде чем ее нажимать Нужно убедиться, что Когда этот детектор начнет двигаться Он здесь ничего не заденет То есть образец у вас Должен быть отведен на некоторое расстояние вниз У нас здесь сейчас 15 мм Образец у нас плоский Ни до чего Не должен дотронуться Это достаточно безопасно Тем не менее Все равно обязательно Посмотреть Прежде чем мы кнопочку нажимать Нажали И вот посмотрите Сейчас этот детектор начнет двигаться Вот Подвигается И здесь сейчас будет меняться картинка Во-первых, картинка немножко ползет Почему? Он изменяет магнитное поле Соответственно, смещает Изображение Получили изображение Как видите, после того, как мы ввели этот детектор У нас за счет того, что изменились условия Нам нужно опять перенастроить картинку То есть нам нужно опять Рабочую дистанцию настроить И возможно, немножко подправить астигматизм Давайте это сделаем Уже знаем как Ну, как видите, изображения получились достаточно хорошие Мы этот канал с вами настроили Давайте подправим яркость, контрастность автоматически Для внутри линзового детектора Вот тоже было видно Для детектора обратно рассеянных электронов Мы поправим уже тогда и наш обычный SE тоже Вот мы с вами получили 4 картинки Две из них одинаковые по диагонали А вот две из них отличаются Обратите внимание Для верхнего ряда картинок Для вот этих вот двух изображений И то, и то топографический контраст Но посмотрите Вот для этих изображений нам кажется Что свет как будто бы падает отсюда Это место, где находится на самом деле наш детектор Электроны, которые сгенерируются Наиболее легко детектором улавливаются А здесь свет как будто бы падает сверху Ну, действительно, мы с вами регистрируем те электроны Которые в основном Хотя они и вторичные Они обратно рассеянные Попадают опять же в колонну нашего микроскопа То есть так внутри линзовый То он должен попасть вот сюда вот обратно Чем это удобно? Смотрите здесь вот эти тени Которые могут нам мешать Здесь мы видим опять, что находится внутри вот этих вот пор Здесь это несколько сложнее сделать Ну и плюс разрешение у этого детектора Будет немножечко повыше А вот на детекторе обратно рассеянных электронов Картина, которую мы видим, сильно отличается Ну, к примеру, посмотрите Вот на этой вот раковинке Потом его водоросли В топографическом контрасте Мы не видим сильных перепадов каких-то А вот на контрасте обратно рассеянных мы видим Потому что вот эта вот органическая пленочка Уклерод А сам по себе панцирь, естественно, у нас содержит Другие более тяжелые элементы И здесь мы это не видим, потому что поверхность ровная А здесь мы видим это, потому что Под пленкой, которую мы с вами напылили Она достаточно тоненькая Здесь у нас находится все-таки вещество Которое продолжает генерировать Обратно рассеянные электроны А здесь шанс генерации таких электронов гораздо меньше Мы видим это как более темно Давайте уменьшим увеличение, чтобы это еще лучше увидеть Капку уменьшить еще чуть-чуть Вот И это теперь очень хорошо видно Я думаю, теперь это абсолютно очевидно Стрелочка специально отметила куда смотреть Вот То, что нам нужно с вами здесь увидеть Давайте картинку так снимем На память Сохраним ее тоже Отдвинем наш детектор обратно БСЕ, он нам пока будет сейчас с вами не нужен Случайно его не задеть Вернем столик в исходное состояние Выключим зонд Ну и давайте Напустим в камеру опять воздух Чтобы поменять препарат Следующий препарат Будет интересен тем, что на нем Можно будет легко продемонстрировать Что происходит, когда препарат Либо напылен, но не имеет контакта с подложкой Либо когда вы помещаете в камеру микроскопа Что-то, что вообще не напылено И более того, хорошо Позволяет накапливать на себе статический заряд В качестве такого объекта Возьмем обычный лист бумаги Кусочек листа бумаги Давайте сейчас Добьемся Когда у нас вакуум кончится Поставим наш образец Видите, мы поставили уже этот наш образец Повернем его так, чтобы смотреть его Откачаем наш микроскоп Опять же, в 10 раз я ускорю это Нам не ждать Вернемся на 15 мм На которых мы работали Опять же, на клавишу стоп держим Потому что видите, здесь у меня еще и детектор Обратно рассеянных введен Поэтому совсем аккуратно быть И давайте В общем, теперь Уже Наш зонт Сейчас докачается Вакуум Нормального состояния Много пористая Поэтому откачивается уже несколько хуже Дольше времени потребовалось Откачали Включаем зонд Изображение в тех же детекторах О которых мы уже говорили Здесь вот такой Красивый дверь И кусочек бумаги Обратите внимание, на кусочки бумаги В обратно рассеянных электронах Практически ничего не меняется Она темная А вторичные электроны Появляются вот такие белые части Которые с каждым сканированием Все больше и больше белеют Бумага у нас электричество не проводит Они зарядно окапливаются И вот это посветление Которое мы видим Это генерация избыточных Вторичных Вторичных электронов Которые мы, собственно говоря И с вами регистрируем Также обратите внимание На сегменты передние Нашего животного У него Эти сегменты Не приклеились К подложке К проводящему скотчу Поэтому они тоже будут Накапливать на себя заряд Вот стрелочка Посмотрите на бумаге У нас происходит С каждым сканированием Не видно, что в обратно рассеянных Это не так хорошо заметно Но, конечно, в вторичных Это очень хорошо заметно Посмотрите сейчас на Третий, четвертый И дальше сегменты Которые не прикреплены хорошо Не приклеены к проводящему Котчу Хотя и напылены Так, раз подправим И обратите внимание С каждым сканированием Будут становиться Все светлее и светлее А также В вот этой вот части Где у нас Нутрилинзовый детектор снимает Обратите внимание Здесь будет появляться Вот такое квадратное пятно Это участок Который мы когда-то Раньше сканировали И, естественно Под воздействием Электронного пучка Если у нас в камере Скажем Не очень чистый вакуум Все будет осаждаться Понятно, что Пучок электронов Будет связи Ковалентная Рвать И углерод У нас будет Вот осаждаться Так сверху На нашем образце Формируя Еще такую зону Которая Будет давать Нам тоже такой контраст Ну и соответственно Которая будет Тоже получать Накопление заряда Давайте отсканируем Наш образец В таком виде Действительно Эту зону Терек квадратную Очень хорошо Должно быть видно Сохраним И попробуем продолжить Сканировать Наш образец И что происходит При накоплении заряда Кое-где У нас появляются Такие белые полосы Особенно это хорошо Видно на Изображении Внутрилинзового Детектора Давайте попробуем Увеличить Включение Чтобы это Еще лучше Продемонстрировать Можно Поднастроимся Немножко Вот Белые полосы Которые мы с вами Ждали Видите Это тоже Сигнал о том Что образец У вас где-то Заряжается Где-то нету Контакта Ну Где нет контакта Мы сейчас с вами Видим Это соседние Части Так как происходит Вот эта вот Зарядка Соседних Сегментов То Мы наблюдаем Отдельные Полосы Ну и видно Что в канале Внутрилинзового Детектора Здесь совсем Все плохо Можем потом Подстроить При необходимости Конечно Яркость Контрастность Но полосы Я думаю Здесь Совершенно очевидно Сохраним Сохраним Наше изображение Видно как этот участок Зарядился Понятно что наиболее Сильно это видно Как раз В Трилинзовом Детекторе Вторичных электронов Давайте посмотрим На бумагу Опять же Видите Так как бумага У нас Электричество Не проводит В вакууме Заряду деваться Некуда Ну вот тоже Происходит Такое накопление Заряда Письмо очевидно Кроме тех кнопок Которых мы Говорили На пульте У нас еще есть Вот такая Ручка Которая позволяет Регулировать Интенсивность Или ток Ручка То есть Нашего зонда Которым мы Пользуемся Давайте попробуем Ее поменять Если мы увеличиваем Видите Конечно сигнал у нас Сразу же растет Очень сильно И для обратно рассеянных И для вторичных Но и Вот этот вот Излишний заряд Тоже очень быстро Набирается Если уменьшаем Ток пучка То уменьшается Но посмотрите Мы теперь этот эффект Видим и Стрелочкой показано И в обратно рассеянных Электронах Таким образом Ток пучка Чем он будет больше Тем больше шанс Что у нас заряд Будет еще больше В некоторых случаях Возможно с этим Эффектом бороться Подбирая соответственный Ток И соответственно Ускоряющие напряжение Ведь дело в том Что этот заряд Возникает из-за Дисбаланса Количества электронов Которые поглощены Нашим бросцом Количество электронов Которые с нашего образца Ушли Покинули его И в некоторых случаях За счет тока пучка И ускоряющего напряжения Можно подобрать Для объекта Некий оптимальный Оптимальное значение Когда количество электронов Которые с объекта Уходят И приходят Примерно одинаково Ну и заряд Заряд получается Понятно Примерно равный Нулю И этих эффектов Не видно Второе Как можно бороться Можно Немножко Испортить вакуум И поместить туда Какие-то носители Заряда И тогда Можно вот этот Излишний заряд Убирать В некоторых случаях Можно даже использовать Напускание Водяных паров В камеру Ну понятно Что На самом деле Все равно Небольшое давление Конечно же не атмосферное Ни в коем случае Есть другие варианты Но самое простое Это просто подготовить Ваш образец Так как вот На прошлом занятии Мы с вами рассматривали В том числе И сушку И напыление Вот такой Заземленный образец Хорошо заземленный То есть Проклеенный Приклеенный К вашему держателю На углеродный скотч Позволит избежать Всех этих неприятностей Давайте увеличим Ток пучка И посмотрим Как будет этот Заряд У нас сейчас Хорошо набираться Обратите внимание В аппаратно-рассеянных Электронах Этот эффект Практически Не виден Ну вот Немножечко Только изображение У нас С Еще один метод Который мы можем С вами использовать В сканирующей микроскопии Который применяется В биологии Хотя весьма ограничен Это так называемый Элементный анализ Есть несколько подходов Мы для рентгеновского Излучения Которые у нас получаются Характеристического Можем мерить Либо энергию Либо длину волны Понятно Что эти величины Взаимосвязаны Поэтому есть Волны Дисперсионные Энерго Дисперсионный анализ Глубоко вдаваться В разницу между ними Не буду Скажу лишь Что энергодисперсионный анализ Это очень быстрый способ Но К сожалению Пики получаются широкими Поэтому иногда Мы не можем Использовать его Для точного анализа Каких-то элементов В которых эти энергии Сильно перекрываются Пики близки А волны Дисперсионные Он очень точный получается Но правда При этом Конечно же Очень медленный За счет чего Возникает Характеристическое Излучение Мы с вами помним Если мы выбиваем Из какого-то Нижнего уровня Электрон Образуется Вакантное место И дальше Происходит перераспределение Электронов По оболочкам Так чтобы занять Вот эту вот Нижнюю вакантную Часть И Электрону Для этого нужно Потерять часть энергии Как он это делает И спуская Рентгеновское излучение Поэтому если у нас Есть обычное Тормозное Рентгеновское излучение На его фоне На вот этом горбе Нижняя картинка У нас получаются Вот такие отдельные пики Номенклатуру их Можете посмотреть В лекции На этом останавливаться Не буду Давайте посмотрим Как мы можем Теперь Уже в нашем микроскопе Провести вот такой анализ Для этого я покажу Второй монитор компьютера Вот он Где установлена программа Для работы с детектором Детектор у нас стоял С левой стороны микроскопа Его необходимо Опустить в микроскоп Специальными кнопочками И дальше Можно работать С этой программой Давайте получим В начале изображение Электронно-микроскопическое Мы сделали с вами Сканирование Как видите Микроскоп пишет Что внешнее сканирование У нас с вами идет Ну а теперь Мы можем с вами Совместно со сканированием Картинки Запустить Получение И здесь вот внизу Видно происходит Накопление спектров Включить информацию О Как раз таки уже Элементном составе Ну правда в данном случае Пока не элементный состав Мы смотрим А Энергию Рентгеновского излучения Спектр Энергию Рентгеновского излучения Ну как видите Он позволяет нам Уже Программа Это прямо при получении Может анализировать Получить Вот такие цветные Картинки Дополнительные Где цветом Задан Элемент Таблицы Менделеева А его яркостью Задана Его Ну условно говоря Концентрация Понятно что в биологии К сожалению у нас Объекты Не отполированные Имеют разную высоту Плюс Для получения Хорошего спектра Нужно объект Специальным образом Сориентировать Повернуть определенный угол И так далее Поэтому то что мы получаем В биологии Конечно Количественно Определить нельзя Это скорее Какое качественное Определение Ну и чаще всего Мы все таки Получаем вот Такие карты Распределения Как здесь Цветные Сейчас мы ее Доснимем с вами До конца И красным Здесь То что нам Определила машина Абсолютно верно Это золото И платина Это то напыление Которое у нас Использовалось Для напыления Нашего образца Обратите внимание На эту картинку Здесь вот желтым Показано распыление Золотой платины Стэк до марта Месяца Дает бесплатно Для работы Дома В связи с нашим Вот этим Коронавирусом Так что в принципе Если вы будете работать На микроскопе С получением Элементного состава Можете забрать Этот проект Домой И уже Работать с ним Комфортно Ну вот Наши платинозолота Практически плохо Разделенные Кремний Немножко серое Кальций Который здесь Гораздо лучше Чем вот этот пик По пика Сейчас кальция С вами видим Ну и опять же Вот пики Платина и золото Очень слабенькие Почему? Потому что у нас Всего 9 кВт Было использовано Ускорение Конечно же Если мы хотим Получить больше То можно Чуть-чуть Его увеличить Ну давайте Посмотрим Теперь что мы С вами получили Распределение Других элементов Соответственно Золото Платина Так как и то И то использовалось Для покрытия Они совместно Распределены Немножко кальция Немножко серы Видно В клее На который приклеивается Это немножко кремния Наши электронно-экскопическое Изображение Как видите Мы их можем собрать Вот в такую Одну Большую картинку Где Все будет В биологии Еще одно Интересное Применение Этого метода Это когда вы Делаете в начале Замораживание Вашего образца В некоторых случаях Даже замораживание Скалывание И дальше Пытаетесь получить Картинку Для вот такого Замороженного образца Элементного состава Тогда все ионы Кальций Калий Натрий И так далее Остаются на своих местах Правда проблема Для того чтобы получить Хороший элементный анализ Вам нужен большой ток пучка И сканировать долго Если работать с кривым режимом Понятно что Для вашего образца В кривом режиме Это не очень хорошо Тем не менее Такие работы есть В принципе Как еще один Вариант применения В биологии Элементного анализа Это вот такой подход Для каждой картинки Можем посмотреть Какой пик Использовался Ее построение При необходимости Опять же Большое замечание Если вы будете использовать Ваш микроскоп Все-таки для работы В материаловедческой части То есть очень много вещей Которые я не смог рассказать Все немножко сложнее Но для биологии В общих чертах Для такого базового курса Я думаю Что этого представления Будет достаточно Также можем сравнить Если хотим Спектр нескольких участков Выбрать Например Два участка На нашем образце Там где было Напыление И где не было Напыление Посмотрим Чем они отличаются И провести Какой-то дополнительный Анализ При необходимости Ну а на этом Наши практические занятия С вами завершились Спасибо, что вы Прослушали этот курс Надеюсь, что он был вам полезен Если есть какие-то Замечания, предложения Пожелания Не стесняйтесь Их оставлять в комментариях На следующий год Я попытаюсь их учесть Ну а на этом Спасибо еще раз за внимание До свидания Удачи